Зачем Бог создал женщину и что самое главное во взаимоотношениях женщины? В начале Торы написано, что плохо человеку быть одному. Увидел Бог, что плохо человеку быть одному. И так как Бог создал человека, чтобы человеку было хорошо, а не плохо. И это главная цель и человека в жизни и Всевышнего, который создал все это мироздание, чтобы человеку было хорошо. Когда Бог увидел, что не хорошо человеку быть одному, Он создал ему женщину, чтобы они были вдвоем. То есть первая цель, которая есть в отношениях между мужчиной и женщиной, я сейчас говорю с точки зрения мужчины, отдельно запишу видео с точки зрения женщины. Первая цель с точки зрения мужчины, что вдвоем лучше, чем одному. То есть одному человеку плохо. Проводили исследование, что самое частое слово, которое используют люди больные депрессией, в своих разговорах, это проводили огромное исследование, датабэс было большое. И оказалось, что это слово, которое они используют, одно из самых часто используемых слов, это одиночество. Один, одиночество. Действительно нехорошо человеку быть одному. Теперь, когда появилась женщина, возникла проблема. Почему? Потому что если цель, чтобы было хорошо, у женщины же тоже цель, чтобы ей было хорошо. И если Бог создал женщину-мужчине как помощницу, а мужчина, он получается, помогает женщине, они дополняют друг друга, две половины одного целого, то появилась дополнительная проблема. Потому что если твоему партнеру плохо, то и тебе плохо. Мужчина запрограммирован так, что если женщине, которая, его половина, да, ей плохо, то он чувствует себя нереализованным в этой жизни вообще человеком, и он не выполняет свою главную задачу, ему плохо тоже становится, и возникают проблемы. Поэтому, значит, царь Соломон мудрейший из людей, он сказал такую очень важную фразу, он сказал так, Мацайша, нашел ты жену, нашел добро. То есть, уже ты нашел добро по умолчанию, это твоя вторая половина, ты уже не один. И вытаскивать будет человек желания свои от Бога. Как работает это? Значит, это работает так, что женщина устроена, что ей очень много в жизни надо, ей все надо, ей все нужно исправлять, все улучшать, у нее множество желаний, она хочет красиво выглядеть, она хочет, чтобы все стояло на местах. Мужчина устроен намного проще. Там царь Соломон в Экклезиасте, он сказал, что Бог создал человека прямым. В Эмма, когда они стали вдвоем, они начали создавать, Хишбанод Рабим, множество разных схем и расчетов, да. Что это значит? Что у женщины ум намного более детально ориентированы, чем у мужчины. И женщина, она все время, ну, как бы ей не хватает. Теперь мужчине тоже не хватает. Он хоть и простой, но ему тоже не хватает. И вот, получается, живут два человека, которые должны жить вместе, чтобы дополнять друг друга, чтобы помогать друг другу, чтобы делать друг другу добро. И получать от второго человека радость, общение, благодарность и удовлетворение. Но получается, что два человека предъявляют друг другу претензии, ты мне не додал. И ты же моя вторая половина. То есть, как бы, люди это чувствуют, что когда они начинают жить вместе, что они должны друг друга дополнять. Помогать друг другу, давать друг другу дополнение какое-то, да. И они начинают требовать. Дай мне. Вот это возникают проблемы в отношениях. Теперь, как решить эти проблемы в отношениях? Я сейчас хочу дать три совета. Три простых, понятных совета, которые помогут резко улучшить ваши отношения с вашими партнершами и партнерами. Первая базисная основа для отношений – это благодарность. благодарность за все то, что ваш партнер для вас делает. Ничего нельзя принимать, что он должен по умолчанию. Нет такого понятия «держasta в современном мире». В современном мире с детства дети учатся, что никто никому ничего не должен. Поэтому то, что для вас партнер делает, он ждет получить за это благодарность. И поэтому никакой вещью нельзя воспринимать просто так – спасибо тебе, дорогая, спасибо тебе, дорогой. Спасибо любимую, спасибо любимую. То есть, это важно. теперь вот это слово дорогой любимый это не просто слова вторая потребность человека в отношениях это мягкое общение человеку хочется чтобы кто-то его любила как он определяет любят его или нет по тону голоса по словам если ваш партнер испытывает раздражение еще и плюс его выражают словах то естественно второй партнер будет очень от этого страдать первое это благодарность и благодарность нужно научиться этом это есть отдельная тема это комплименты да человек ждет от своего партнера что партнер будет его поддерживать хвалить говорить о его сильных сторонах давать ему ту поддержку эту силу которая нужна во взаимоотношениях с внешним миром значит благодарность и поддержка это первый пункт комплименты второй пункт это мягкое отношение это вот эти вот приятные слова никто не женится чтобы вы ругали дома орали на него и то есть нет такого спросите в загсе сделайте опрос да вы женитесь зачем чтобы на вас дома гречали никто не скажет да да конечно и для этого же нет нет все хотят мягкое отношение и третье третье это принимайте партнера таким какой он есть вы когда женились вы не говорили тоже в братья в что я значит на тебе женюсь на условиях что ты полностью изменишься вы говорили я тебя люблю принимаю тебя таким какой то есть не было там мелкими буквами написано в брачном договоре или там в каком-то документе который вы подписывали когда женились что вы женитесь на условиях что ваш партнер должен изменить себе множество разных качеств что стать вообще другим поэтому когда отношениях начинаются вот эти взаимные исправления тренер это я я тренер я коуч есть психологи так далее то есть это люди которым платят деньги за то что они помогают другому человеку измениться при его желании если он не хочет это называется насилие над личностью поэтому если вы примете в отношениях это как правило что второй человек не обязан вам изменяться да он он взрослый человек вы взрослый человек вы вместе живете но принимайте друг друга такими какие вы есть хвалите друг друга мягко разговариваете с другом то есть максимум давать человеку приятных эмоций и ваша семейная жизнь ваши отношения будут идеальными чего вам желаю значит будут вопросы пишите буду на них отвечать удачи